приветствую вас уважаемые подписчики и гости моего канала магия успеха старой самопознание меня зовут наталья кто со мной еще не знаком сегодня раскроем тему по просьбе одной из моих подписчиц если мы расстанемся как сложится наши жизни дальше до настраивайтесь на расклад подумайте о себе по загаданном человеке посмотрим какая вы какой он что между вами с точки зрения высших сил и раскроем тот самый главный вопрос если вы расстанетесь как сложится ваша жизнь в отдельности как у вас там будут происходить жизненные ситуации и так какая вы вот сразу королева мечей женщина кстати очень интересная знаете это сродни статуса реально королевы женщина которая властна которая может принимать очень важные решения стратегические решения знаете такая воительница с одной стороны с одной стороны это хорошо с другой стороны вот как вот проявление конечно же прямо своей же женской натуры это не совсем просто потому что порой бывает сложно девочки с вами наладить контакт то есть некоторые люди даже будут чуть-чуть опасаться подходить к вам ну словно на расстоянии вытянутой руки потому что вы олицетворяете такого человека с которым не забалуешь которого который действительно может дать хорошей сдачи в целом конечно же безусловно девочки вы очень грамотным у вас очень тонкий ум вы рассудительны справедливы то есть вы не будете знаете делать из какого-то своего внутреннего такого капризного состояния нет вы больше будете руководствоваться каких-то определенных правил норм и между прочим это вот и делает вас таким человеком такой женщиной на которой кстати можно положиться которым можно довериться вам действительно можно доверять доверять еще еще какая вы вот мне карты показывают девочки что вы сегодняшний момент сегодняшнем дне больше конечно же уделяете внимание самой себе вы не будете действительно допускать тех людей которые не будут удовлетворять ваше желание ваши потребности вы та женщина вы та женщина которая знаете вот интересное сочетание такой вышел такой мощный контраст вот снаружи снаружи вы реально прям такая хладнокровная вы не создаете панику вы не создаете какой-то там шурум-брум нет вы очень сосредоточены и вы действительно держите все под контролем все то что происходит вокруг вас но внутри вы очень нежная все таки да женственная вы умеете радоваться жизни вы умеете наслаждаться даже мелочам давайте вот так скажу потому что королева мечей она очень детально на все смотрит она как может посмотреть по по сути на картину целиком вместе но и также она будет обращать внимание на детали так вот тогда когда вы обращаете внимание на детали это вам приносит удовольствие от этим вы наполняетесь давайте так скажу то есть нет у вас вот прям такой четкой королевы снежной нет вы все-таки внутри очень очень мягкая очень чувственная очень женственная но все-таки вид у вас вот сразу к вам и не подойдешь да тут можно получить сдачу потому что вы борец потому что вы борец потому что вы по своей натуре все равно как не крути вы лидер вы будете отстаивать свои принципы на эту жизнь вы будете отстаивать свои собственные взгляды свое мнение вы вообще в целом конкурентоспособны вот смотрите вы очень четко понимаете с кем как нужно себя вести кому что нужно сказать да какие инструменты применить для того чтобы действительно быть наравне допустим с теми же конкурентами по бизнесу то есть вы не даете спуску вы не вы не падаете вот бывают же допустим такие ситуации когда там что-то к примеру пошло не так это будет касаться бизнес это будет касаться личной жизни либо еще каких-то таких моментов аспектов да вот вы понимаете вы не будете все равно сдавать позиции вы не будете сидеть и страдать вот прям плакать и мне ничего не надо у меня ничего не получается нет вы тот человек который все равно будет вот стоять до последнего да то есть вот я уже по сути и стоять и не могу отбиваться не могу но все равно я буду стоять понимаете вот здесь такой момент порой конечно же конечно же вы сами осознанно причем осознанно вы себя сдерживаете каких-то ситуациях не позволяя самой себе допустим быть сразу улыбчивой при встрече какого-то человека то есть у вас знать вот такая но не маска конечно да но вот все равно есть что-то такое то что может быть и в этот момент надо было бы вот открыть свою девятку чашка говорится да быть более любезной а вы можете знаете как я-то внутри любезная но снаружи я покажу что я вот прям такая управительница можно так сказать да и иногда это конечно же может вам приносить в жизнь сложные моменты но в любом случае вы все равно как ни крути вы с ними справляетесь даже если что-то вы делаете себе так и прямо скажу во вред во вред во вред все равно вы даже с этим тоже будете справляться вас давайте посмотрим какой он какой он ну тут тоже мужчина не робкого десятка давайте скажем так мужчина не робкого десятка он сам по себе лидер этот человек лидер это знаете тоже такой типаж мужчины который знает себе цену знает на что он способен если он чувствует и ну рассуждая себе понимает какие у него слабости девочки он этого не покажет нет он будет держать марку всегда он скрытный сам по себе потому что он возможно даже где-то скрывает свою детской инфантиль детскую инфантильность то есть понимаете то есть он может быть статусе руководителя он может отправлять энергетику такую влияя на других людей то что на него можно положиться опять-таки ему можно довериться этот человек может при на привносить много осознанности в ситуации и в понимании там размышлений у других людей сам по себе конечно безусловно это тоже яркий человек улыбчивый человек заводилой может быть но заводила он опять-таки не для всех заводила не для всех он может быть жадноватым как на эмоции так и на проявление себя в материальном аспекте знать как некий такой куркуль да может у него это про быть проявлено то есть с одной стороны вот смотрите я щедры мне ничего не жалко но потом эта щедрость у него может знаете такой вести некий подсчет ага я сюда столько-то потратил я сюда столько-то потратил а вот там было же дешевле допустим да вот я вот такой вот неразумный у него самокритика кстати очень хорошо срабатывает но еще могу сказать что этот человек конечно же не всегда бывает честным даже самим собой он может совершать поступки из-под тишкам он может наводить знаете такую суету конфликт конфликт сталкивать лбами давайте так даже скажу и это его кстати это его будет наполнять здесь если человек ну вот чувствует что идет какой-то накал ситуации на он может подлить масло в огонь как бы невзначай знаете вот просто невзначай и конечно же виде как другие допустим там варятся вот в этом бунте здесь человек будет подпитываться этой энергетикой этой энергетикой почему он так делает ну тут конечно нужно копать его личность очень глубоко почему он так делает возможно здесь свое время ему были поставлены ограничения кем-то и здесь человек напрямую как бы действовать не может он будет действовать чуть-чуть из потяжка вот какая такая ситуация хитрец хитрец но это умный хитрец и здесь кстати ему не чуждо что-то новое воссоздать создать новые какие-то технологии он может быть ну просто как бы знаете изобретателем давайте посмотрим с точки зрения высших сил что между вами что между вами между вами есть эмоции между вами есть чувственность между вами есть теплота душевность и конечно же вот этот мужчина словно больше транслирует свое дружелюбие свое дружелюбие но и также смотрите в сегодняшнем дне у мужчины может быть выбор до на дне колоды лежал аркан влюбленный здесь нужно определиться вашей паре вот словно необходимо определение быть или не быть вообще вашим взаимоотношениям все таки да может быть видите как задали вопрос если вы расстанетесь дам как служится ваши судьбы дальше на я на всю жизнь не смотрю говорю сразу ну какой-то ближайший такой период ну давайте возьмем полгода хотя бы да ну примерно если допустим вы сейчас все-таки расстанетесь с этим человеком вот в течение полгода как будет складываться вашей жизни девочки давайте сначала посмотрим вашу сторону да а потом вашего мужчины как будет у вас складываться ваша жизнь тут однозначно в первую очередь на первом плане будут стоять и очень много переживаний очень надуманного много с вашей стороны будет кстати ревность проявлена в сторону этого человека и такое состояние жертвенности состояние такое не совсем здоровая даже так могу сказать потому что у вас начнутся внутри сомнения может быть где-то я неправильно поступила может быть я неправильно где-то что-то произнесла вспылила какой-то мой поступок был не уместен в тот или иной момент вот знаете здесь там начнутся вот эти копания надумывание передумывание бессонные ночи и так далее им то есть здесь у вас идет такой вот прям чуть ли не как правильно объяснить психосоматический такой процесс то есть не так все у вас вот это расставание не так легко будет проходить и это затяжная девочки у вас история будет затяжная история давайте еще посмотрим как вы выйдете из этого кризисного состояния как вы выйдете из этого кризисного состояния смотрите либо вам здесь конкретно поможет человек из вашей семьи конкретно да поможет вам так сказать колесо фортуны колесо судьбы развернуть другую сторону но для некоторых девочки тут просто может быть совершенно другой мужчина для серьезных отношений но понимаете какой здесь идет момент то ли вы с этим человеком когда-то были уже знакомы и вы с ним зайдете еще на очередной какой-то вот виток ваших взаимоотношений то ли этот человек с которым у вас будут вот немножко знаете такие качели вроде бы с одной стороны будет чувствоваться взаимодействие хорошие отношения на расположение друг другу как бы это все будет присутствовать но в то же время здесь знаете вы будете чувствовать некий такой голод в эмоциях проявление чувств со стороны мужчины потому что император он суховат он да он может вам дать какую-то конкретику он может вам дать стабильность он может взять за вас ответственностью но по эмоциональному чувствованию он здесь будет уступать допустим как король кубков король кубков он там может конечно очень много придать вот это вот то что необходимо же женщине до понимания что она нужна во важно вот такое вот говорить часто допустим комплименты мы женщина все равно как ни крути мы любим любим ушками да не только делами до суховатыми но все таки мы еще и любим чтобы нам говорили какие мы красивые как мы вкусно готовим допустим да но еще какие-то такие истории не буду все вам перечислить перечислять вы сами все прекрасно это знаете поэтому вот здесь вот такой момент для еще раз повторюсь вот для некоторых прям конкретно мужчина более такой солидный придет в вашу жизнь и выведет вас из этого кризиса но для кого-то здесь тот человек который действительно вам был уже вашей жизни и вот он словно возвращается до возвращается ну и третий вариант это семья это уход знаете какое-то знать простраивание своим может кстати своего собственного дела то есть и но с поддержкой родных и близких вот здесь возможно для некоторых и так проиграется вот все таки еще девочки информация пошла для кого актуально все таки переезд ваш состоится и это будет судьбоносный переезд на какую-то знаете на большую родину ну или малую родину до к родным близким давайте посмотрим после расставания с вами как будет будет складываться жизнь судьба ближайшие полгода у загаданного вами человеку как у него будет складываться судьба жизнь как у него будет складываться ну первая карта идет не очень-то веселая че честно говоря да то что первое его будет накрывать это обиды обиды меня обидели меня бросили меня оставили хотя он сам мог это все аргиса организовать да тоже не совсем знаете такие прям ободряющие карты здесь все равно есть внутренние переживания человек переживать будет смотрите у вас девятку у него девятка вы скорее всего понимаете что либо какой-то цикл действительно между вами какой-то прям подходит к завершению кризис до . не возврата и вы понимаете что вы уже много чего с этим человеком прожили пережили и словно надо поставить все точки над и так вот у вашего мужчины вот действительно будет вот в течение полугода вот это состояние нужно словно что-то завершить нужно что-то до закончить да и с одной стороны как-то и отправляться в какие-то свои там далее пути вроде бы и нормально а с другой стороны я же тут что-то делал но я имею ввиду в ваших взаимоотношениях да вот все равно вот это вот тяга на возврат она к вам есть девочки да то есть либо действительно все то завершить с вами все невыясненные ситуации вопросы моменты ну возможно здесь человек смотрит сравнительно со своим будущим чтобы не совершать каких-то ошибок да ну либо просто для себя чтобы у него картина была ясна быть или не быть будет или не будет все-таки продолжение между вами но здесь мы больше склоняемся к тому исходя из тех карт все таки человек будет знаете как отдаляться вот все эти обиды которые у него были он будет на вас на какие-то непонятные не право не выясненные вопросы он все равно от этого будет отдаляться мне вот здесь восьмерка это про что это про путь вперед или это про возврат девочки если у вас отношения были в треугольнике то здесь может быть возврат если нет то здесь человек все-таки идет в свою счастливую жизнь то есть он реально принимает решение ну раз не получилось то я пойду дальше но что здесь нужно что еще отметить до конца все равно человек не проработал все то что ему нужно было понимаете он все равно он как сбегает как сбегает и скорее всего он наступит на одни и те же грабли потом в будущем дальше туда вот хочется задать такой вопрос а на что он обижается давайте посмотрим на что он будет обижаться и вот ближайшие вот эти полгода да на что он будет обижаться что это за обида такая что это такое закрытие обида что это на принятое решение на принятое решение конечно же это решение девочки могло идти и с вашей стороны да он надеялся что картина может поменяться ваше решение может поменяться да и здесь конечно человек возможно в своем время долго и упорно все таки хотел как-то с вами как минимум быть в очень хороших дружеских взаимоотношениях но это как минимум еще идет такая информация что здесь он может обижаться все таки на принятое решение но не им вот такой кстати еще момент потому что это где надо было принять решение где он прочувствовал бы себя наполненным да опять восстановил бы свою энергетику сердечную чакру здесь человек словно отвернулся в свое время ну и будет отворачиваться да не давая возможности все таки себе получить вот ну то внутреннее хорошее настоящее чувствование да вот партнерское взаимоотношение между мужчиной и женщиной вот здесь вот идет такой момент для тех девочек кто мужчина сам отвернулся заблокировался от вас ушел он реально будет сожалеть что он это сделал но но он будет терпеливо выжидать какого-то нужного момента какого момента он все таки выжидать будет относительно вас когда можно будет все таки к вам проявиться вот все таки для некоторых девочки да здесь мужчина до конца я с вами вот в ближайшие полгода он вас не выпустит из виду нет все таки вот это вот мне хочется ну как минимум опять поговорить мне хочется как минимум пообщаться возможно возможно даже что-то доказать мне нужно что-то доказать хотя бы для начала для самого себя вот здесь все равно идет большему вот мужской такой момент вот давайте посмотрим для тех девочек для тех девочек кто мужчина все таки будет пытаться с вами поговорить пообщаться да его вот истинная цель давайте такой момент зададим его истинная цель чего он хочет добиться изменений девочки он хочет добиться реальные изменения каких что к чему хочешь прийти ну вот исходя из того то что я вижу понимаете все таки добиться вновь вашего расположения а зачем ему это надо а зачем ему это надо ну потому что десятка пентаклей девочки потому что он вас видит семьей он вас видит тем человеком на которого можно положиться он вас видит ресурсным ресурс на женщина которая ему пара ему пара но это его иллюзии понимаете ну мечтать никто не запретит как говорится да но все таки для тех кто девочки тотально не готов с вами расставаться здесь мужчина в течение полугода он будет он будет вновь проявляться к вам для того чтобы завоевать ваше внимание потому что еще раз повторюсь вы для него очень ценная женщина для тех для тех вот кто мужчина вот уходит не как говорится не выясняет не выясняет ничего да не ставят так сказать какие то вот точки надо и давайте спросим такой вопрос будет ли у него сожаление что он с вами расстался будет у него сожаление что он с вами расстался по итогу будет ли у него с вами сожаление да сожаление будет такое знаете интуитивно внутреннее будет девочки у кого была семья он будет интуитивно чувствовать что он чего-то лишился очень ценного и очень важного в своей жизни будет вот для него все равно вы девочки непонятная женщина он вас до конца словно так и не мог понять распознать кто вы кто вы такая и самое что интересное здесь человек он же не хочет тоже как правильно сказать он по сути себе больно делать не хочет но но у него это будет вот кстати расставание с вами оно ему может дать тоже очень такой хороший переворот внутри в нем в самом скажет ли он вам спасибо возможно через какой-то период времени возможно может скажет но это его выведет понимаете совершенно на какой-то на другой уровень вот там нам карты показывали да восьмерка кубков это переход совершенно на другое понимание жизни то есть мы мы двигаемся дальше мы двигаемся выше через боль через боль человек для себя поймет очень многое это должно быть такое более светлое и чистое и возможно даже человек для себя приобретет будет приобретать не только материальные ценности да то что ценно для него но и духовное очень таки глобальные честно говоря арканы вышли и все таки несмотря на ваше расставание здесь человек опять-таки интуитивно понимает что вы пара верховный жрец и верховная жрица вы пара вы очень два мудрых человека но вот эти два два мудрых человека не нашли консенсус к сожалению да и между ними десятка мечей то есть ну вы знаете наверное здесь проблематика в том то что не вы до конца полностью не раскрылись этому человеку не он и в этом проблема то есть какой-то какой-то момент словно был упущен мы не смогли показать что мы реально друг другу дороги мы не смогли показать что ты для меня ценен и я для тебя цена вот здесь идет речь об этом хотя могут и могли быть и про озвучены слова любви и там и слова преданности но понимаете когда-то мы открываемся так какие-то моменты мы тотально закрываемся и наши поступки они реально могут быть не совсем знаете от чистого сердца а из нашей собственной гордыни к сожалению потому что потому что каждый стоит всегда сам за себя нету такого что мы там будем за другого человека нет в первую очередь мы за себя за свои собственные желания за свои собственные хотелки а если этот человек не хочет делать то что мы хотим ну и до свидания он так у него у вас так может быть у него так может быть размышления такие ну и до свидания ну или прощай в данном случае прощай вот такой сегодня получился расклад пишите пожалуйста в комментариях насколько с вами срезонировала от души благодарю то что вы со мной подписывайтесь на мой канал ставите лайки пишите комментарии желаю девочки становиться более открытыми дружелюбными и честными в первую очередь перед самими собой всего доброго до новых видео спасибо